Всем добрый день! Очень рады, что вы смогли присоединиться сегодня к нам на втором вебинаре по клик-каталогу. Первый раз мы показали такую обзорную часть, что такое клик-каталог, как его использовать, как применяются маркетплейсы данных. В этот раз у нас уже будет более детальная демонстрация, будет совсем краткая вводная часть от Александра Кособокова, нашего директора по интеграционной платформе данных. И дальше мы передадим слово Олегу Шибрикову, руководителю практики клик в компании Smart Analytics, партнере клик, который как раз уже получил достаточно большой опыт работы с клик-каталогом, и коллеги уже покажут реальную работу клик-каталога, как с точки зрения даты инженера, так и с точки зрения пользователя маркетплейса данных. Все вопросы, которые у вас будут возникать по ходу выступлений, пожалуйста, пишите в чат, у нас будет все вопросы и ответы после демонстрации от Smart Analytics. Сейчас передаю слово Александру Кособокову. На текущий момент в портфеле компании клик находятся все самые современные средства, инструменты для того, чтобы выстроить в компании непрерывный цикл поставки данных от момента зарождения до момента потребления этих данных. И, собственно, это вот два мира. Первый мир – это интеграционный мир, момент зарождения данных, их захвата, левая сторона и правая сторона – это аналитическая платформа. И вот на самом деле, почему мы начинаем с каталога, потому что каталог является таким связующим звеном, который позволяет инженерам, архитекторам, дата-инженерам, дата-архитекторам выстроить такой магазин, такой интерфейс перед конечными потребителями. С тем, чтобы не только аналитическая платформа позволяла работать с данными в режиме самообслуживания, а как мы знаем, что продукты компании клик, тот, кто знаком с BI-платформой кликсенс, полностью нацелены на то, чтобы развить в компании вот эту культуру работы с данными в режиме самообслуживания. Так вот, на самом деле, вот эта философия, она распространяется на другие продукты. И вот одним из связующих инструментов является клик-каталог, который позволяет объединить технические данные, источники данных, сделать этот процесс непрерывным, связать их с бизнес-терминами и предоставить конечному пользователю конечный дата-продукт. Это очень современный подход к построению так называемой фабрики данных в компании, и на самом деле он позволяет еще больше приблизиться к режиму самообслуживания не только по работе с аналитикой, но и по работе с готовыми дата-сетами, с готовыми данными, как с продуктом. И, собственно, я рад представить команду Smart Analytics, которая достаточно давно приняла эстафету, имеет практический опыт и сегодня как раз нас погрузит уже непосредственно в детали работы с каталоги. Коллеги, you are welcome. Спасибо, Александр. Добрый день, коллеги. Сейчас мы бы хотели вас познакомить с возможностями продукта Клик-каталог на примере нашего демо-стенда. План такой. Сперва я коротко расскажу о том, что из себя представляет этот продукт, какую ценность он несет. Далее пройдемся по стенду, чтобы увидеть Клик-каталог в действии. И в конце перейдем к ответам на вопросы. По своей сути, Клик-каталог – это интерактивный маркетплейс данных. Он предоставляет возможность построить в компании собственный интернет-магазин данных, в который приходит конечный пользователь, в удобном интерфейсе и по наглядным параметрам выбирает себе данные, кладет их в корзину и уносит для дальнейшего анализа. Возможности работы с каталогом можно выделить в две большие группы. Первая – это подготовка данных. Она включает в себя импорт данных из источников, их обогащение бизнес-информацией, преобразование под нужный пользователь и защиту. Вторая группа включает возможность быстрого поиска, просмотра профиля данных, истории происхождения, совместную работу, накопление данных и публикацию. Если коротко просуммировать все преимущества, которые мы получаем после внедрения Клик-каталога, то это, во-первых, возможность быстро находить данные, во-вторых, обогащать их бизнес-информацией, в-третьих, каталогизировать все данные в организации, включая QVD-слой, и, наконец, быстро публиковать данные. Вся система включает в себя следующие подсистемы, или, иначе говоря, модули. Первое – это импорт источников, далее обогащение, далее подготовка, далее подсистема выбора и публикации, и, наконец, модуль администрирования и безопасности. И, переходя от общего описания к нашему конкретному демо-стенду, скажу, что существует два способа развертывания Клик-каталога. Первый – это single-node вариант, когда для хранения данных используется Postgres сервер. Этот вариант больше подходит для различных демок, прототипов и proof-of-concept. Для того, чтобы лучше показать возможности продукта, мы выбрали второй вариант – это multi-node, который обычно используется в продакшн-средах, где данные хранятся и обрабатываются средствами кластера Hadoop. Из официально поддерживаемых вариантов Hadoop мы выбрали Amazon EMR. Теперь для более детального раскрытия продукта предлагаю рассмотреть его на примере бизнес-кейса. Легенда такая. Есть компания, которая занимается оптовой и розничной торговлей как оффлайн, так и онлайн. Состоит она из двух филиалов и головной компании. Каждый филиал долгое время являлся независимым, использовал собственные разнообразные источники данных. Например, филиал 1 пользовался аналитической и операционной базой на SQL-сервере, хранил данные в Excel, использовал сервисы Amazon для исторических больших данных. Филиал 2 же использовал Postgres как операционную BD. В HDFS они копили данные службы логистики, статистики и метрики в ClickHouse. И также филиал активно использовал инструменты ClickU и ClickSense, поэтому накопил приличный кирдислой. В недавнем прошлом произошел резкий всплеск онлайн-сервисов, как мы знаем, поэтому руководство решило развивать бизнес в этом направлении. Требовалось понять, в какой точке компания находится сейчас, каковы результаты их онлайн-сектора за предыдущий отрезок времени, сделать прогнозы целиком к предприятию и понять, какие ресурсы выделить и какие решения принять. Традиционно на это уходило не меньше месяца, а так как конъюнктура рынка быстро меняется и конкуренция растет, для осуществления планов такие сроки оказались неприемлемы. Поэтому руководство приняло стратегию перехода к более грамотному использованию, накопленных все организации данных, так чтобы обеспечить более качественное принятие решений на их основе и в дальнейшем данные максимально монетизировать. На слайде вы сейчас видите целевую форму взаимодействия после внедрения продукта Клик-каталог. Чтобы достичь этой формы взаимодействия, требовалось решить три важные задачи. Во-первых, предоставить доступ к данным всех источников, всех филиалов так, чтобы их можно было бы увидеть из единой точки входа, из единого интерфейса. Вторая задача – нужно было иметь возможность быстро получить данные, например, о клиентах и продажах в разрезе не только одного филиала, но и в рамках всей компании. И третья задача – нужно было обеспечить понятность и доступность этих данных бизнес-пользователю, чтобы он максимально быстро, не имея специальных технических навыков, мог найти и выгрузить нужные ему датасеты. Итак, мы решили внедрять инструмент, и к рассказу о том, как работать в Клик-каталоге, можно подойти с одной из следующих трех сторон. Первая – как к маркетплейсу для данных. Это путь конечного пользователя. Пользователь авторизуется, ищет, выбирает и публикует необходимые ему данные. Причем потребителем этого маркетплейса может выступать любой сотрудник компании в рамках своей задачи. Неважно, готовит он отчеты, дашборды или проводит глубокий анализ данных. Вторая сторона – как к инструменту для подготовки данных. Это путь дата-инженера, в задачи которого входит работа с источниками данных, подготовка и преобразование данных, средствами пик-каталога, управление метаданными, выгрузка и разграничение прав доступа. Третья сторона – это инсталляция и конфигурирование продукта, путь системного администратора, который занимается установкой, обновлением, настройкой продукта и его компонентов. Тема отдельной встречи, поэтому застрять внимание сегодня на этом не будем. Заканчиваем вводную часть. Далее я предлагаю перейти к интерфейсу «Клик-каталог» и познакомиться с нашим стендом. Начнем рассматривать каталог с точки зрения обычного пользователя, обычного бизнес-пользователя, который пришел сюда в поисках данных. Мы открыли главную страницу «Каталог». Здесь пользователь видит в виде карточек все объекты, которые ему доступны. Объектом или сущностью в терминах каталога обычно называют таблицу. На каждой карточке сразу заметны KPI, которые помогают пользователю понять, а стоит ли вообще доверять этим данным. Operational, например, показывает актуальность, насколько данные свежие и насколько высок процент успешных попыток импорта. Quality показывает качество, соотношение количества плохих записей к количеству хороших. И popularity подсказывает нам, насколько объект пользуется спросом у других пользователей. Эта цифра определяется количеством тегов, комментариев и количеством созданных задач трансформации и публикации. Ведь многие из нас доверяют товарам, которым доверяет большинство. И здесь это явление мы проецируем на данные. Кроме KPI мы видим метаданные, которые помогают сориентироваться и понять смысл этих данных. Количество записей, полей, дата последней загрузки. Как вы видите, список объектов может быть очень большим, поэтому для пользователя предусмотрен механизм фильтрации данных. Здесь он может отфильтровать список как по источникам, тегам или датасетам, так и найти, например, данные конкретного филиала. Например, если он ведет филиал 2, то он увидит все данные, относящиеся только к филиалу 2. Допустим, наш пользователь, сотрудник головной компании, который намеревается найти данные о продажах по всей организации в целом. Он вводит ключевое слово «корпоративный», круг поиска сужается. Наш пользователь первым делом смотрит на KPI и замечает, что Total Sales выделяется среди других своими KPI. Он видит, что у него достаточно высокий operational quality и popularity и принимает решение рассмотреть этот датасет более подробно. Осталось только убедиться, что эти данные – это то, что ему нужно. Для этого он наводит курсор на заголовок и читает бизнес-наименование и бизнес-описание. Да, это продажи в разрезе всех филиалов, обновляются ежемесячно в первую неделю месяца. Пользователь принимает решение эти данные использовать и переходит к детализации объекта. Здесь он помимо основной информации получает более точно. Во-первых, может взять образец данных, посмотреть, что там действительно за данные в этой таблице находятся. Во-вторых, изучить lineage или интерактивный график происхождения, на котором видно, откуда эти данные берутся, как трансформируются и куда публикуются впоследствии. В данном примере пользователь может кликать по источникам, изучать подробности и убедиться, что в процессе подготовки данных участвуют все необходимые ему источники. Lineage доступен через API-каталога с возможностью подставлять LBA-иконки вместо стандартных. Возвращаясь к детализации, добавим, что для изучения доступен также профиль данных. Это для каждой колонки типы данных, минимум и максимум, проценты пустых значений, уникальных значений. К примеру, здесь мы можем увидеть, что это действительно данные по обоим филиалам, так как присутствуют Компания 1 и Компания 2. В данном случае это филиал 1 и филиал 2. Итак, пользователь принял решение эти данные использовать для анализа. Он кладет их в корзину. Далее в корзине с этими данными он может выполнять следующие действия, такие как, например, публиковать данные в свой любимый аналитический инструмент, либо во внешние хранилища, также создавать датасеты на их основе. Наш пользователь решает проанализировать географию продаж. Для этого он плюсом добавляет в корзину справочники заказов, городов и компаний. После этого в корзине выбирает пункт «Опубликовать». В данном примере мы публикуем наш датасет в инструмент «Кликсенс». «Клик-каталог» нас предупредил, что здесь довольно много данных, поэтому выполнить скрипт загрузки в «Кликсенсе» придется вручную. Мы его выполняем. Сейчас немножко подождем, пока данные прогрузятся. Синхронизируем таблицы, загруженные при помощи скрипта. Сейчас «Кликсенс» должен при помощи своего ассоциативного движка найти связи между сущностями. И после того, как «Кликсенс» определит связи, да, он это сделал, мы загрузим данные и попробуем построить несколько визуализаций на основе получившихся данных. А если точнее, то мы попросим сам «Кликсенс» это сделать при помощи наблюдений. Я перехожу к наблюдениям, выбираю поля, которые я хочу смотреть, хочу использовать для анализа. Это будет наименование филиала, город, дата заказа, количество и цена проданных товаров. Вижу, что «Кликсенс» сгенерировал довольно интересные визуализации на основе моих данных. Добавлю их на лист. К примеру, это будет «Тримап» с продажами в разрезе городов и филиалов и рейтинг городов. Замечаю, что здесь «Кликсенс» немного не учел в формуле «Количество проданных товаров». Он учел только «UnitPrice», поэтому я добавляю «Quantity», чтобы формула была корректной. Да, теперь все корректно. Визуализаторе также исправляю формулу. Теперь, чтобы более корректно, более наглядно выглядели на графике, я возьму только топ-50 городов. Уже я могу сделать как пользователь некоторые выводы на основе этих данных. К примеру, такие, что филиал 2 у меня продает намного меньше, чем филиал 1. Но филиал 1 продает более равномерно по городам, чем филиал 2, у которого в Нью-Йорке огромные продажи, а есть дорога практически с нулевыми продажами. Ну и чтобы сделать свой географический анализ продаж более полноценным, я добавлю карту и слой плотности. И в качестве точки плотности укажу наименование города. Теперь я вижу наиболее горячие, наиболее холодные точки по объему продаж на территории. Мы рассмотрели публикацию BI-инструментов. Теперь я возвращаюсь обратно в каталог. И покажу, как пользователь может публиковать данные во внешний источник. Положим снова Total Sales в корзину. В корзине выберем публикацию. Здесь мы можем указать имя будущего татасета, именование задачи или джоба, которая будет заниматься публикацией. К примеру, наш бизнес-пользователь хочет ежемесячные данные копить где-нибудь в Hadoop. Поскольку доступ к ним регулярный не требуется, все отчеты строятся на данных за последний месяц, но чтобы не терять эти данные, он хочет копить их в Hadoop. Для этого я выберу в качестве таргета Hadoop, выберу папку, перейду к выбору сущностей и настрою регулярный экспорт. Пускай он у меня повторяется ежемесячно, как раз после дня обновления данных. Сделаем каждый четвертый вторник каждого месяца. Создаю задачу. Все готово, задача работает, данные публикуются каждый месяц в Hadoop. Итак, мы рассмотрели главные возможности клик-каталога как Marketplace. Дальнейший функционал будем рассматривать с точки зрения дата инженера. Дата инженеру в первую очередь становится доступна вкладка импорт источников. Импорт данных. Предварительно в Source Connections администраторам должны быть созданы подключения, поскольку здесь может потребоваться импорт драйверов, прописывание строк подключений, проверка доступности соединений. Многие драйвера уже идут в комплект с клик-каталогом. На этом стенде созданы подключения ко всем филиалам, ко всем источникам, ко всем филиалам организации. С того момента, как созданы подключения, можно осуществлять работу с источниками. Как происходит добавление источника? Во-первых, мы можем указать, добавляем мы данные в существующий источник, либо создаем новый. Если мы создаем новый, то мы указываем тот самый Source Connection, то есть подключение. Указываем его наименование. И, внимание, отличительная особенность клик-каталога – уровень управления данными. Что это такое? Если мы выбираем Managed, то он предполагает импорт полного набора данных из источников и сбор полного набора метаданных. А именно, клик-каталог делает полную копию данных внешнего источника в своем хранилище, также создает образцы данных, собирает профиль и описание схемы. На двух следующих уровнях данные из источника не собираются. Собираются только метаданные, различия лишь в их количестве. На зарегистрированном или Registered собирается только описание схемы, профиль и образцы данных. В адресованном варианте собирается только описание схемы и больше ничего. Ни образцы, ни профиль данных, ни сами данные. Это может быть полезно на очень больших объемах данных, когда анализ и профилирование может занять длительное время. После создания источника Data Engineer может добавить к примеру бизнес-тоименование и бизнес-описание для этого источника. Если он проваливается до уровня таблиц, то для каждой таблицы, помимо стандартных атрибутов, он может указать способ загрузки данных. Snapshot — это будет или инкрементальная загрузка. Если он проваливается до уровня полей, то для каждого поля, помимо перечисленных ранее атрибутов, он может указать способ валидации, например, регулярному выражению способ замены на нул, ограничения, либо он может защитить конфиденциальные данные при помощи одного из механизмов. В контексте подключения источников осталось сказать про одну характерную особенность клик-каталога — это QVD-импорт. Наверняка вы заметили в списке источников SenseQVDs, QVD-каталог. Поскольку у нас филиал 2 использовал BI-инструменты QVD и QVDs, накопил и продолжает накапливать QVD-файлы, которые заказчик также хочет иметь под рукой в удобном доступе, эта особенность играет ключевую роль при выборе продукта. Если в систему нужно интегрировать QVD-слой. Итак, когда источники подгружены, они могут иметь не до конца приемлемую для конечного пользователя структуру, формат или гранулярность. Чтобы привести данные к нужному виду, наш дата-инженер переходит в блоку трансформации. Так как перед командой проекта стояла задача объединить данные обоих филиалов, то кроме подключения первичных источников, инженеру требовалось создать производные, которые объединяли бы, например, номенклатуру товаров или клиентов. Блок трансформации дает возможность построить ETL в интерфейсе drag-and-drop, взять определенные поля из разных источников, использовать операторы, сабрегировать, фильтровать и выполнить прочие преобразования. Результат преобразований, то есть target, будет доступен на странице каталога. Я открыл на редактирование, например, одну из data flow, одну из задач. Слева вы видите источники филиалов, справа результат объединения. Когда наш дата-инженер переходит к этапу более подробного изучения содержимого таблиц и намерены обогатить его дополнительной информацией, то ему следует воспользоваться вкладкой discover. Здесь отображаются все те же объекты, которые мы видели на странице каталога, но отличается инструментарий. Во-первых, здесь есть редактор запросов, с помощью которого можно писать обычные запросы, делать выборки на языке SQL и экспортировать результаты. Во-вторых, это также инструмент обогащения метаданными, где можно указать бизнес-тоименование, описание, теги на разных уровнях, на уровне источников, таблиц или полей. Также одна из важных особенностей – это возможность формировать датасеты. Это группы объектов, группы таблиц, которые можно изучать, преобразовывать и публиковать вместе. Наш дата-инженер хочет закрепить некоторые объекты в топе своего списка, чтобы каждый раз их не искать. Для этого он создает избранное. Он называет его favorites. Есть возможность сделать датасет публичным, но наш дата-инженер хочет сделать его только для себя, поэтому не ставит галочку. После того, как датасет создан, в него можно поместить любое количество таблиц. Убираем таблицу, добавим датасет и указываем наш favorites. Ну и вторую таблицу для примера. Теперь, если мы перейдем в интерфейс каталог, и здесь отфильтруем список по дата-сетам, мы наш favorites увидим в этом списке, то получим закрепленный список объектов. Наша избранная. После того, как все данные подготовлены, метаданные заполнены, инженер может найти источники, таблицы и поля, относящиеся к конкретному ключевому слову через глобальный поиск. Например, мы можем ввести товар, чтобы увидеть все, что относится к ключевому слову товара, источники, поля и таблицы. Для более гибкой настройки инженеру следует воспользоваться панелью администратора. А для того, чтобы управлять доступом пользователей к различным датасетам, ему следует воспользоваться вкладкой security. Осталось сказать, что почти все возможности каталога доступны через API, вплоть до того, что если потребуется, можно написать свой собственный UI для использования функции каталога. На этом, коллеги, мы заканчиваем показ от лица дата инженера и показ в целом. Для заинтересованных готовы провести индивидуальные презентации и готовы обсудить возможности создания прототипов. Также ответить на вопросы. Марин, Олег, спасибо огромное. Пока собираются вопросы, я делаю небольшие комментарии на самом деле коллеги показали базовые вещи по работе с каталогом, но на самом деле это достаточно важно, потому что общие принципы, они именно таковы. Но основное и самое главное необходимо понимать, в отличие от BI-инструментов, от BI-экосистемы, это несколько другая история, и она требует такого инженерного подхода даже к настройке этих моментов. То есть нельзя считать, что это компонент, это полноценное отдельное семейство продуктов, каталогизация, дистрибьюции, публикации, самоподготовки данных, создание ролевой модели и так далее и тому подобное. И поэтому компетенции, которые необходимы для старта, они чем успешнее вас поведут в самом начале с каталогом. Да, это может быть пилот, это может быть предпроект и так далее и тому подобное. Собственно, почему мы представили сегодня Smart Analytics, потому что ребята обладают компетенцией, обладают знанием тех шагов, того скупа задач, который необходим для быстрого старта у клиента. Спасибо большое. Саш, первый вопрос поступил. Практикуете ли создание прототипов на базе Клик-каталог? Если да, что обычно входит в кулу прототипа? Олег, прокомментируйте. Да, конечно, хороший вопрос. Есть очень хороший слайд, который поможет ответить мне на этот вопрос. С вашего позволения я его открою. Существует несколько программ, вот я сейчас открыл, несколько программ внедрения продукта, в том числе и прототипа, и в их число входит создание MVP. Это минимально жизнеспособная версия продукта, которая уже несет конкретную ценность для заказчика. Если говорить о скопе, то в ее скопе могут входить такие опции, как, например, стандартный сбор требований, формирование скопа, планирование установки, сама установка, конфигурирование, и тестирование деф-контура. Здесь же мы подключаем данные, производим обучение заказчика и документируем. Другие программы, это уже продстандарты, продкомплекс, они предусматривают тесты продакшн-контуры, интеграцию с директорией заказчика, с экзем-директорией, там, у них кербераса, автоматизацию, поставку данных, консалтинг и так далее. На практике каталогом пользуются дата-инженеры или и бизнес-аналитики в рамках самостоятельной работы с данными? Ну, собственно, это вопрос. На практике бывает, на самом деле, два варианта, вот как мне известно. Им, во-первых, могут пользоваться, как отдельные люди в виде бизнес-пользователей, которые приходят сюда, в клик-каталог, берут нужные данные максимально быстро и уходят. Вот это самая главная задача каталога. Есть отдельная категория, отдельная роль, это дата-инженеры, которые занимаются только каталогом, подгружают данные, наполняют атрибутами, то есть они, те люди, которые больше всего разбираются в этих данных, могут сказать, что где лежит, дать конкретное описание, сделать конкретные трансформации. Вот, это отдельная роль. Но не исключено, что один и тот же человек может одновременно являться как дата-инженером, так и пользователем. Спасибо большое. Следующий вопрос от Дениса. Есть ли какие-то курсы для самостоятельной работы с инструментом клик-каталог? Марина, спасибо за вопрос. Я постараюсь ответить. Да, действительно, существует расширенный курс, трехчасовой, разбитый на три части, обучающий с различных точек, с различных ролей пользователей работы с каталогом. Вот, на английском языке мы постараемся его опубликовать, но там необходимо будет уточнить, так как он входит, часть этих курсов входит в платную подписку, часть в бесплатную. Просто надо будет это выделить и предоставить ссылочки. От Алексея вопрос. Зависит ли стоимость лицензии от количества источников данных в каталоге, к которым подключается доступ к бизнес-пользователям? Да, коллеги, значит, каталог лицензируется. Каталог не имеет ограничения на количество пользователей, на количество соединений, на количество источников. Каталог лицензируется по пакетам из набора таблиц. То есть, вот, датасет, это есть метрика для каталога. И минимальная партия таких датасетов исчисляется тысячами. То есть, пакет из тысяч таблиц является первоначальной метрикой. И дальше уже добавляется по мере роста потребностей, по мере роста компании, то есть, достаточно эффективно масштабируется и, собственно, эффективно сокращается стоимость владения продуктом за счет вот такой диверсификации этих пакетов. Размер одной таблицы при этом имеет или не имеет значение. Коллеги, размер таблицы не имеет значения. Только имеет значение сама сущность в виде датасета. Какие преимущества в сравнении с аналогами существуют от Альтерикс, от информатики? Да. Коллеги, позвольте мне ответить на этот вопрос. Действительно, на самом деле, на рынке существует огромное количество каталогов от различных вендоров. Но в чем позиционируется наш каталог? Да, действительно, многие компании пошли по пути развития, пытаясь вставить в каталог какие-то вещи, которые могут быть избыточны для компаний. Там, где необходимо, например, дата-стюардам, дата-инженерам, вообще, центру управления данными, очень скрупулезно описывать данные, в данном случае наш клик-каталог позиционируется от подобных решений тем, что он предоставляет дата-сет в виде готового дата-продукта. То есть, наш каталог можно настраивать не просто в виде классического каталога, который передает строку соединения с бизнес и с мета-информацией. Но точно таким же образом, вот когда Олег рассказывал про управляемый, неуправляемый вариант хранения данных, клик-каталог, например, если мы работаем с инструментом клик-сенс, он позволяет передавать дата-сет в виде готового дата-продукта. И, собственно, вот в этом такой дата-центричный подход в каталоге, тогда, когда дата-инженеры являются поставщиками дата-сетов для бизнеса. Вот в этом заключается основное позиционирование и отличие нашего каталога от сторонних каталогов. И следующее отличие заключается еще в следующем. Компания не пошла по пути обертывания нашего каталога множеством избыточных функций, но обеспечила такой подход как так называемый API-first. То есть любая функция, любая оркестрация действий внутри нашего каталога позволяет делать это все через открытый API. И, соответственно, любую интеграцию с различными системами, потому что мы прекрасно понимаем, что есть системы, которые, например, более эффективно, например, управляют раздачей доступа по времени к определенным дата-сетам. И вот в данном случае мы очень эффективно можем интегрироваться с такими системами, чтобы брать основную ценность в каких-то тонких вот этих вещах, но тем не менее основной посыл предоставлять конечному пользователю готовый дата-сет. Это вот ключевой основной момент нашего каталога. Спасибо. Еще от Алексея вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее про способ ограничения доступа к дата-сетам для бизнес-пользователей. Здесь на самом деле все довольно обычно, то есть как-то происходит в других инструментах. Есть возможность создания пользователей, создания групп пользователей, добавления пользователей в эти группы и раздача прав доступа на вот эти объекты, которые мы видим в каталоге конкретным группам пользователей. Есть возможность подключения Active Directory доменных групп в сам инструмент клик-каталог. Также, насколько я помню, есть возможность подключения Apache Sentry и Apache Ranger инструментов для управления безопасностью к самому каталогу. Вот если короб это так, может быть. Олег, позволь это от тебя дополню. Коллеги, мы говорим о корпоративном решении, и поэтому ролевая модель она очень гибкая, то есть она аналогична той ролевой модели, которая присутствует в клик-сенсии. То есть это создание тегов, создание групп, синхронизация с федерацией хранения ваших пользователей, что может быть Active Directory, Kerber саунтификации и так далее и тому подобное. То есть вариантов интеграции с системами управления пользователями, их импортом из этих систем, синхронизацией, это все поставляется из коробки и помимо всего прочего, это тегирование пользователей, создание групп пользователей, создание триггеров назначения различным датасетом этих пользователей и помимо всего прочего, что автоматизировано, помимо всего прочего, вы можете создавать вручную, либо вручную, либо через задачи, технические учетные записи, которые будут соответственно под разные задачи, под разные требования доставлять эти датасеты для различных систем. Почему я так говорю? Потому что каталог является поставщиком датасетов, источников этих данных, верифицированных, синхронизированных, централизованных консюмерам не только в виде бизнес-аналитиков, бизнес-пользователей, но точно так же любая другая система может подписаться на этот датасет и использовать его для своих нужд. То есть каталог может поставляться как называемый дата-шлюз для других систем. При этом заметьте, да, действительно мы говорим о связке с кликсенсом. Почему? Потому что оно все-таки бесшовная интеграция и передача бизнес-метаинформации в логическую модель в кликсенсе. Но тем не менее, ничто вам не мешает использовать этот датасет, например, для дата-сайентиста в Юпитер-нотабук или в том инструменте, который использует тот или иной сотрудник для своих целей. Основная задача каталога максимально быстро, здесь и сейчас, предоставить дата-продукт с тем, чтобы наш аналитик, наш бизнес-пользователь пошел дальше. Чтобы не было вопросов у бизнес-аналитика, а какие данные у нас существуют, а где мне их найти. Вот клик-каталог, это и есть вот та ширма, которая позволяет дата-инженерам делать вот эту мишенерию. И мы дальше будем рассказывать, да, как это делать можно эффективно, бесшовно и классно и быстро с интеграционной платформой. Но тем не менее, пока идет жизненный цикл, да, то есть накапливается опыт у инженеров, тестируются различные решения, это вот именно та ширма, которая позволяет бизнес-пользователю не ждать постоянно выгрузку датасетов, да, а максимально быстро и эффективно находить все то, что есть в организации. И более того, объединять с другими источниками, делиться другим пользователем, верифицировать с другими коллегами, выстраивать определенный процесс верификации этих данных, проверки и так далее и тому подобное. То есть непрерывный цикл, который позволяет накапливать огромные, огромные датасеты по количеству, по качеству и так далее внутри организации. И самое главное централизованно этим управлять. И когда новые сотрудники приходят, меняются люди, меняются знания у людей, все эти вещи остаются в едином контуре. Собственно, за счет чего и возникает вот эта ценность в долгосрочной перспективе инвентаризации, обогащения и хранения все в едином месте.